Помочь чем-то? Нет? Не надо? Точно не надо чем-то помочь? У меня есть для вас прекрасный фингал показать. Не хотите? Посмотрите. Нет, молодой человек? Точно? Вы уверены? Конечно. Меня помните? Я вас даже не знаю. Я вот почему-то вас вспомнил. Честно не знаю. Да. Точно не вспомнили? Нет. А у меня хорошая память. Ну, пройдемте на выход. Гражданин, на выход пройдемте, там вас ожидают. Да. Я вас не знаю. Не отвлекайте меня, пожалуйста. Так а вы чем-то занимаетесь? Вы покупатель? Конечно. Конечно, да? А вы не хотели бы хотя бы переодеться? Ваш школ? Павел. Павел, позови Павла. Сейчас мы вас прославим тогда, раз вы простой покупатель, да? Простой покупатель? А, решил скрыться? Вы меня знаете? Да, знаю. Извините, здесь служебное помещение. А, вы-то кто? Вы кто? Что? Я вам говорю, здесь служебное помещение. Выйдите, пожалуйста, туда. Выйдя оттуда, простой покупатель. Это он мне фингал поставил. Угу. Что-то поражен. Что он тут делает? Выслежал у меня что? Офигеть. А вот вам, на всякий случай. Да, 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 да. Нельзя же уважать. Это кто? А кто там зашел? Да, уважаемые. Кто к вам зашел? Уважаемые. Там преступник скрылся у вас. Уважаемые, мы люди взрослые. Открыть дверь. Открыть дверь. Мы пытаемся. Журналист может зайти спокойненько. Я понимаю, но вы сами знаете. Нет, нет, я знаю. Там скрывается преступник. Открыть дверь. Уважаемые. Дверь откройте. Позовите полицию. Да. Полицию позовите. Полицию я не могу вызывать. Сами вызовите. Я вас прошу. Я не вызывал. У вас там скрывается, я считаю, преступник. Уважаемые, давайте ситуацию. Отпустите. Нет. Уберите ногу. Там скрывается преступник. Вы позовите полицию. Я вас требую от вас. Давайте все позаконим. Я требую от вас позвать полицию. Вы отказываетесь позвать полицию на просьбу гражданина? Почему? Я говорю, там находится, вероятно, преступник. Нет, нет. Никто там не находится. Я вам заявляю. Там сотрудники называются магазины. Хорошо, кто он такой? Кто зашел? Назовите этого человека. И это я. Я говорю про другого, который вот сейчас держит там дверь. Отойдите, пожалуйста. Нет, я не отойду. Дим, позови там наших и полицию позови, пожалуйста. Ребята, уберите ногу. Я не уберу ногу. Пока мне перестанут по морде бить, я ногу не уберу. В каком смысле по морде бить? Там скрывает человек, который ударил меня. Это глупого тени, мне кажется. Я считаю, да. Но мы хорошо, здесь есть сотрудник полиции, который сейчас разберется. Вот я поэтому и прошу вас призвать за полицию. Ребята. Слушай, я... Там, насколько я понимаю, очень по внешним признакам похож тот, который поставил мне фингал. Прикиньте. Реально, вот он держит сейчас дверь. Вот этот, он держит дверь. Так что... Нет, он не говорит. Открут. Покажите. Мы сейчас хотим, что сделать, шубак списания, чтобы... Я это все будет. Не, 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 без сока, без всего. То есть, то, что вы хотели, да? Да, я сейчас вас разделаю, вам аналогичный товар, вам отдам свежий. Что бы у нас ни было... Не будет ничего, ребята. Ну, хорошо, мы с вами поговорили, переговорили. Вот просто... Ну, вам на встречу нету? Там нету преступников, уважаемые. Ну, посмотрите. Мы ищем человека одного. Ну, человека, который... Вот он, он за дверью стоит. Нет, нет. Вы можете провести человека? Вот провести человека? То есть, вы сейчас... Вы пособничество решили? Нет, давайте... Вы пособничество знаете, что такое? Укрывательство. Нет, у нас... Похож по лицу? Он вообще в той же одежде. Юра, да, правильно? Да, Юра, да. Давайте позовите полицию. Там нету никакой сотрудники. Вот человек у двери. Ну, давайте выясним, а как... Что, вы развиваться будете? Мы сейчас тогда... Нет, Юра, только на закрытии. Нет, нет, он там стоит. Он стоит. Нет, 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 давайте, давайте. Все проходит. Давай. Нет, 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 давайте заканчивайте. Сейчас сотрудники там будут вызывать. Позови полицию. Вот здесь преступник предполагаемый. Вызывайте сотрудников. Юра, завистый. Вызывай, вызывай. У меня рука жизни, вообще-то вы человеческое семейство. Вы помогите, что будете? Что значит рука? А зачем вы? Нет, я не буду вам руку ломать. Ну, а зачем так ведет тебя? Тогда как мы себя ведем? То есть вы укрываете преступников? У вас вот до сих пор просрочка детская. А вы тут нас будете учить? Мы уже в данной ситуации с вашей коллегой уже поговорили. Нет, мы ничего не будем с вами разговаривать, а вы так себя ведете. Да нет, конечно, он покрывает преступников, если у себя. Кто стоит за дверью? Вон там, он болтает. Уважаемая, я же тут с вами нахожусь. Что? Вы мне неинтересны. Вы мне неинтересны. Я вам сказал, на меня напал этот гражданин. Смотрите, вот Владимир узнал человека, который на него напал. Вот, вы слышите, нет? Пятерочки на фестивальной 17 укрывают, получается, те, кто нападает на журналистов. Давайте дайте нам возможность его дефицитировать. И директор покрывает его. Сейчас не дает нам даже открыть дверь специально, препятствует всем возможным способом, чтобы преступник понес наказание. Вот так вот. Давайте прославим вас еще. Давайте еще. Открыть, пожалуйста, дверь. Вот там держит дверь человек, который напал на меня. Давайте открывайте дверь срочно. Я вам делал заявление. Хорошо, давайте я зайду в директор магазина. Да. Отойдите, пожалуйста. Вот он сейчас вот тут стоит. Вот он держит. Почему вы держите? Это нельзя. А я не захожу. Тем более, журналисту можно зайти. Я на работе. Открывайте дверь. Взрослые вы люди. Взрослые вы люди. Вы не слышите тогда русские юности. Открывайте двери. Моя нога не мешает. Отойдите, пожалуйста. Вы мне его тем более причините. Нападение было на журналиста. Я сейчас. Откруйте. Это уже уголовное. Кто напал? Это уберите. Я сейчас зайду. Заходите. Вам что мешает? Ногаторые. Дверь открывайте. Будьте добры. Дверь открывайте. Там преступник скрывает. Выполните законные требования сотрудника полиции. Дверь откройте. Требования сотрудника полиции. Сейчас по 19.03 поедете. Паш. Это вот. Вот это там. Дайте я зайду. Вон там. Кто? Кто фингал мне поставил? Серьезно? Не держите двери. Реально? Дверь. В полицейском. Совпадение? Зовите второго полицейского. Возвращение сотрудников полиции. Наканчивается. Статья 19.03. Не, не, не. Вы зачем начали применять представители власти? Вы чего? В этой одежде. Да, вот этот. Гористронин. Я заявляю, что на меня... Кто? На журналисту было совершено нападение. Задерживайте его. Смотрение. Вот это служебное помещение. И что дальше? Они не имеют права здесь находиться. Задерживайте его. Хорошо, пожалуйста. Напал несколько дней назад. Они заявляют, что преступника задержали. Вот его. Я абсолютно не знаю. Я его знаю. Давайте задерживаться в отделении... Придется с нами проехать. Смольный дом 42. ОВД проявлено. Все, мы выходим, ребята. Давайте выходим. Сейчас его вывез. Ребята, покинься. Смотрите, вот прикрывает. Он говорит за просрочку, все хорошо. А на самом деле, видите, что он говорит? Нет, нет, господа. Нет, нет, господа. Господа, будешь говорить. Одинке. Это он тебе за сандалю, да? Ну, по всем признакам похож. Мы сейчас выйдем. Аккуратнее, аккуратнее только с ними. Насилие применяли уже к вам. Нет, дверь не закрывает. Ну, по всем признакам. Мы за полицейскую переживаем. Мы не будем к вам заходить так уж и быть. Представляете, ребята? Ребят, представляете? Нет, кто ничего не закроет, никакую дверь. Ну, видите, как вы его открываете, да? Я не закрою, ребята. А почему вы открываете его? Почему вы? Никого не прикрываете? Мы показали, что он не мог. Или он не сотрудник, или у вас здесь какое-то здесь нелегальное помещение находится. Почему вы его спрятали здесь? Нет, нет, никого не прикрываете. А что вы так мягко разговариваете? Только что держали дверь, и он тоже держал дверь. Он не сотрудник или кто? Нет, смотрите, есть правила, которые называются посторонним, а заслуживаем понятие. Посторонний. Он сотрудник или нет? Он посторонний здесь. Он находится не в одежде, не находится не в одежде. На складе, может быть, кто-то проник. Вот, что-то в полиции сейчас передверьется. А вы почему не пускали изначально никого? Вам нельзя заходить. Можно. Мы не заходим сейчас в данном случае. Мы выполняем свой служебный долг. Вы оказываете услуги тут. То есть нам говорит человек, который продает детскую просрочку несколько недель подряд. У него сотрудники нападают на людей, и он рассказывает, что есть правила в магазине, оказывается, в магазине есть правила. В магазине, да, есть правила, но не укрывательство. Проще было показать. Мы пришли с вами пакт подписывать по-любовому, нифига не получится. Юр, ты видел что? Какое-то? А с таким руководителем что будет? Ну что, удалось и идентифицировать. Идентифицировать. Да, в возе говорили, что очень похож. Владимир, обратите. Очень похож. Покажи. Вы будете писать заявление на данного гражданина? Одежду посмотри, да. И лысину. Посмотрите, это кто? Ну, лицо там дальше. Позади. Давайте, давайте. Да, вот он, вы не имеете права. Нет, он права, там, наконец-то, он журналист. Павел, нужно лицо, лицо просто. Напишем заявление, пусть. Вы писать заявление будете на данного гражданина? Я вот спрашиваю. Не, я по всем признакам это он. Поэтому прошу, вы проверите. Конечно, конечно, будет писать, будет обязательно. Вы проверите, может быть. Придется ехать с нами, вам, проследовать сами в ОВД. Для дальнейшего разбирательства данного гражданина. Он это не он. Конечно, конечно. Разбираться мы не имеем права. Да. Как он себя ведет, как он себя ведет. По камеру, то, что он... А сейчас что было? Сейчас он просто, я в рядах поймал, я такой снимаю. Вам чем-то помочь? Не помните меня? Нет. И он скрывается. И вот туда скрылся сразу. А, ну все. То есть он ввел себя. Вот это встреча. И тот его покрывает, вот этот директор, его покрывает. А видишь, он как где-то в дверь, да? В прямом эфире. Вот это встреча, ребята. Вот девятого удачно мы зашли, да? Ты был девятого? И после этого нападим. Запоминайте директора магазина, возможно, последние дни на Свободе. А где был? Здесь был тоже? Да. Или часы? Я понял, что в Стогино, да, до этого в этой пятерочке. Капец вообще, ты видел, он насилие применялся за руку полиции? Он много раз требовал. Отразив заявление, да, и требовал, и 19.3, и насилие. Вот, Антон, вот ты же не хватался за полицейского, да, не обнимал его. А вот это что, уйдет от ответственности, как думаешь? Ну, там нужно несколько раз предупредить, да, явно. Ну, по факту, вот оно 19.3. Там было 10 раз, наверное. По факту, его нужно было сейчас и директора, и вот того гражданина, который не пускал, да, требование было озвучено. И его предупредили о статье 19.3. Я не знаю, может, как бы, здесь по-другому как-то законы действуют. Но сейчас самый главный фактор разобраться, кто Владимиру из-под тишка, суть, кто не знает, да, на Владимира было совершено нападение. Вот, на Владимира было совершено нападение ночью. Со словами, что ты там снимаешь? Вот, да, и это была ночь, улица Фонарь, Володя просто сбоку... Недалеко отсюда, кстати. Да, Володя кто-то сбоку просто из-под тишка и убежал. И удалось Володе запечатлеть часть лица этого субъекта. И вот тельняшку, помню, и походочку, вот одежда была точно такая же, как вот эта. Пусть там органы у нас для чего существуют, чтобы проводить следственные действия, чтобы полностью разобрались, да. Но сам факт, понимаете, вот есть директор, у которого куча просрочки, есть сотрудники, которые бросаются на людей и противоправные действия творили. Но сейчас у нас есть инструкция, что сюда нельзя заходить, а то человек специально изнутри держит. То есть нормальный человек, ну как ведет это поведение, знаете, человека, который нарушил, да. Я не буду, идем в несознанку, паспорта нет, лицо закрываем, ничего нет, ничего не случилось. Обычно нормальный сотрудник, а что случилось? Давайте разберемся, я не виноват. А человек говорит, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я спрятался. И директор держит так же дверь, понимаете, да, что за директор, у которого, значит, была лояльность какая-то вот к директору на самом деле поначалу. Вообще какая лояльность? Такие сотрудники, сам он что вытворяет? Когда? По всем заявлениям строго прям. Каждый работник, который, вот охранник, который не представляется у него, бэдж появился, оказывается, удостоверения нет. Каждый сотрудник, который здесь работает, вот, ребят, кто здесь на фестивальной бывает, проходите, проверяйте, спрашивайте удостоверения. Обязаны по закону предоставлять. Пишите заявление, пишите в жалобную книгу. Ну, сейчас мы будем ждать проверки служебные и расследования. Десятые, восемнадцатые, срок хранения четыре месяца. Насколько просил? Ну, до, получается, февраля. Почему вы его прикрывали-то, я не понимаю. Вот так вот, похуй, я нашел. Вот если он ваш работник, почему вы держали дверь, ты не давали ознакомиться? Хотя бы, чтобы он представился ваш работник. Может, он маньяк, убийца, насильник? Вот ответьте, вам гражданин заявляет... Сейчас, секундочку, сейчас сотрудник. Нет, я вам говорю. Я вообще требовал позвать полицию, он отказывает. Смотрите, вам, гражданин, вот я обычно, вы директор, вы понимаете, не просто там, я не знаю, там, охранник, который ничего не понимает, как у нас бывает, как у вас здесь объявление набрали. Секунду, мы не хотим сюда заходить. Нам вообще не нужно сюда. Нам что нужно? Было. Пока у вас, я Владимир здесь стоял, держал дверь, а вы ее закрывали, чтобы сотрудник, возможно, то есть вы как пособник должны идти. Нет, ваши коллеги, ваши коллеги, что дели называть паранельку в помещении. Еще раз, наши коллеги, журналисты, подозрите, что это преступник скрывается. Мне нужно было дверь закрыть, чтобы разобраться в данной ситуации. Как разобраться? Данный сотрудник, чтобы он убежал через черный ход или как? Развивайте дверь, а у меня рука была, называется, на ручку. Извините, конечно, знаете, вот я не хочу перевернуться. Дверь открывается внутрь помещения, туда. Никак, здесь ногой подзятой нельзя было препятствовать того, чтобы дверь открылась. Вы могли бы зайти... Напоминает, знаете, что фильм, 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 фильм именно напоминает, да, когда я тоже в туалет неотел, а потом случайно стулом люстру задел, разговор. Вам заявитель... Вопрос дать и ответ получу. У вас кто-то называется ударил? А вы не заметили? А в магазине это произошло? Нет. Никакая разница, где это произошло, увидели. Ну, это мы... Да можно? Я же вас услышал, мы же люди цивилизованные. Вот вы не похожи на цивилизованный человек, когда вам я заявляю, например, я говорю, что здесь преступник, он похож. Дайте донефицин, если ваш сотрудник... Ребят, я не могу, посмотрите видео, вот это вот первое, да, посмотрите, какие они цивилизованные. Цивилизованными людьми их назвать? Да вы чего, вообще что ли? Какие цивилизованные люди? Вы благодарите Бога, что вашу шарашку не сожгли тут нахрен? А вы кто такие, чтобы поджигать? Павлик меня зовут. Меня бесит, когда называют цивилизованными людьми, вы даже не извинили своих сотрудников. Вам стыдно должно быть. Вы должны тех, кто вас кормит, потребителей, умолять о пощаде на коленях за такое поведение ваш сотрудников, если у вас вообще совесть есть, и сами лично разобраться. У вас всех есть, да? А зачем себе так? Вот у вас, вот у вас не факт, что это. Да потому что песен уже меняет. Мы молчим сейчас, убираем все вот это. С вами вверх, где вы разговаривали? Человек к вам подошел, вот сейчас около двери, я то, что я увидел. То есть вы сейчас говорите, конечно, они подошли, потому что они сбегали, а вы не стали ни качать. Нет, почему? Я попросил вас. Смотрите, что я увидел. Вы препятствуете. Бабанованные, ребята. То есть вы в одну сторону разговариваете, да? То есть вы сказали, что вы же здесь. Сивилизованные люди. Вы держали с этой стороны ручку, не давали, и говорили, руку сломали. А тот держал с той стороны. Не было такого, да? Ну вот эксперт, посмотрите, у вас директор классный. Здесь и забивают, прячут вам предполагаемых преступников, да, которые суд будет уже решать. Охранники не представляют с просрочка. Классный директор, пять баллов. Все еще, по 318 на него будем писать, 19-3 сразу, что в комитете будет 318. Пятерка светит, 338-я. Не пускал заявление по 19-3. Пускай оформляют, я не знаю. Если вы утверждаете, что это он, вам придется снимать трансляцию. Я вам показал фото, и все признаки. Это фото, это будет из судета. Ну, судета я не буду доказывать. Я не могу со спины определить, этот человек не ошибся. Еще раз, он подходит под описание, правильно? Я показывал, что можно. Вам же как, чтобы проверить документы? Вообще там ориентировку на ходу придумываете. А тут вот есть человек, который говорит, что похож в этом районе, между прочим, это было, да? Вы заметили, как он себя вел? Еще раз. И начал убегать сразу. Как, адекватно? Он к вам применял насилие. Он будет прослезывать сразу. Ко мне он не применял насилие. А, ну, в следующий раз так себе видите, сотрудники полиции, как вы, как не применял насилие. Что он применял ко мне насилие. Он вас обнимал? Трогал вас? Снимал. Ну, трогал он вас? Ну, у меня звиксирует, что он вас трогал. Он препятствовал. Препятствовал. Значит, 19-3 это как минимум. Оба причем. Один препятствовал, другой тоже стоял, препятствовал. Надо будет свидетельствовать в трампунке вашей побои. Он уже зафиксированный, в этой побои. Смотрю уже, да. У нас справка нужна. Справочки вы отпустите, я так понял, да? Мы разбираемся. Мы не применяем таких отпустить или нет. Мы достаем его воды. Есть перечень именно телесных повреждений, да? И по определенным телесным повреждениям... Вы имеете тяжесть, вы имеете. Да. И вам придется... Сохоить судебно-медицинское обследование. Ну, не только медицинское обследование, но и подавать в гражданский суд. Нет. Это у нас 6.1.1. Это публичное правонарушение. Гражданский суд, это было бы если 115-е. Или там что-то еще, понимаете? А это 6.1.1. Да, врачи будут определять, и следствие все-таки будет определять, да? Ну, конечно, да. Какая это статья. Ничего страшного, объяснение. А что, на месте будем писать заявление? Он придется с нами проехать. А кто его будет опрашивать? Оперуполномоченный? Да мы можем проехать. Самый мой гость. Хотели, что мы его... Мы сейчас давайте тут закончим с просрочкой. Просто здесь. Илья. Виталий, я надеюсь, что рапорт же будет по поводу неподчинения директора. И когда пытались, уже предупреждали, рапорт же напишет, я надеюсь, что у нас все по закону будет, да? Тут, на мой взгляд, да, насколько я разбираюсь в медицине, явный состав 19-3 неподчинения законным требованиям. Часть 1. Соответственно, нам нужен рапорт и дежурная часть, чтобы составила материал, ну, она уже будет усматривать. С вашего рапорта. Поэтому, ну, мы же с народом, правильно? И люди, которые скрывают предполагаемых преступников, нам не друзья. Смотрите, давайте так. Сейчас Владимир вам пишет заявление тут, да? Вы его, соответственно, регистрируете. Вы всегда же приведете участковый в любом случае? Участковый придет по поводу ваших просрочек. Так он же может снять его объяснение, взять в любом случае. Ну вот. Вот и все. Не придет. Ну, потом поедем с ним. Я имею в виду, не сейчас. Справку можно. Нет, справку там можно запросить и подвезти. Это да. Просто, чтобы человек сейчас не ушел, чтобы человек был здесь. Ну, вот видите, я имею в виду, чтобы вы его заделали, через полчаса не отпустили. А то просто на всякий случай, что... Вы видели, да? А были, человек, нормальная реакция обычного человека. Говорит, что я узнаю в том сотруднике вашем. Возможно, это предполагаемый преступник, который скрывается. Что делает директор? На ваши требования, 19-3, вы знаем, как пакуют. А ручки пожёщие, это не про вас. Это есть видео, да, у Геннадия Азарова. А ручки пожёщие, там руки вытянуть, да. Мы все это проходили, как бы люди часто работают в полиции. Но суть-то в чем сейчас в данный момент? Директор держит ручку, говорит, а туда нельзя. Причем вам говорит, туда нельзя. Вы предупреждаете. Закрываете, закрывает дверь. И только когда мы в пятером навалились на дверь, дверь освободилась. В данном случае, я еще раз говорю, как человек по 19-3 недавно подведенный и оправданный, я здесь вижу 100% 19-3 часть 1. Я хочу, в данном случае, делаю вам обращение. Рапорт напишешь, все, мне главное, чтобы вы рапорт написали, что вы делали требования, директор такой-то, ну а дальше там все, как говорится. А дальше так же участковый, который придет, так же может и его просить и составить материал. Он прикрывается, сзади там видно его? Одежда точно такая же, джинсы такие же, светлые джинсы. Ребята, фотографии видели, один в один. Ну мы же не говорим, да, что у нас есть на это? А там уже пусть объясняют, где он был в это время, что он делал в это время. Биллинг пусть запрашивают, если надо. Какие проблемы-то? А если, представьте, там террорист был бы, представьте, а вот этот бы скрывал его там. Законно-станавливает. Ну нельзя же правильно спускать это все. Там в пятерочке съехала с катушек. Обычным гражданам человек приходит, он не будет никак защищен. Вот приходит несколько человек, они не защищены. А сейчас они, ты видел, как они общаются? Они просто ротики прикрыли и сидят тихо, тихо, смирно. Вот почему изначально нужны качели, нужны какие-то административные процедуры и привлечения для того, чтобы люди себя нормально просто позиционировали. Хотя бы вспомнили, что они, как говорится, не с катушек слетевший, да, а они работают в магазине и предоставляют услугу. Ну и опять же, качество товара, мы понимаем, да, какое? Блин, это жесть. Это, если это так, я не буду 100% выдержать. Но 99% что это тот самый ублюдок, который на меня напал. И он, кто он? Может он у кого-то из службы безопасности, я не знаю, у него бейджик висел X5, вот этот ритейл. Может он из главного офиса вообще встит? Может, да, вот он какой-нибудь там. Может он тебя узнал реально? Только что он тут делал, он что-то тупой-то? Ну, друзья, казалось бы, произошло чудо, и человек, на которого напали, спустя несколько дней опознал в магазине своего обидчика, так сказать. И полиция провела проверку, и что же полиция установила? Владимиру совсем недавно пришло данное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. И самое интересное, что меня поразило в этом всем, да, в этом постановлении, это то, что в ходе данной проверки был осуществлен звонок в ОМВД России по Левобережному району. И из разговора с дежурным Беловым стало известно, что в книгу доставленных мужчина данный, который якобы задержали, не заносился. То есть, как это так? Его увезли в отдел, он находился в отделе полиции какое-то время, но в книгу доставленных он не заносился. Это как вообще понимать? Отдел полиции по району Левобережный, это как? Я вот не понимаю, как это, как такое возможно, и поэтому по ссылке в описании будет обращение с просьбой руководству ОМВД разобраться с этой ситуацией. Как это так? Человека задержали, написано было заявление как в отдел Левобережный, так и по территориальной подведомственности по совершению деяния, да. Но, тем не менее, отдел Левобережный не занес этого задержанного человека в книгу доставленных, задержанных. Ну, либо у нас участковые по району Строгино какие-то странные, да. Вообще, по идее, телефонным звонком такие вещи не выясняются, должен быть официальный запрос. Но, тем не менее, вот имеем то, что имеем, как говорится. И тут же участковый пишет, что у мужчины не было умысла на хищение материальных ценностей. А был умысел на нанесение интересных повреждений. Мне интересно, откуда он это может знать, если этот мужчина не то, что не опрошен, он даже не установлен. Откуда ему тогда знать, какой у него был умысел? Тоже непонятно. Ну, постановление будет, конечно, обжаловано. А с отделом Левобережным я даже не знаю, что делать. Надо разбираться. Скоро увидите ролики непосредственно из Левобережного отдела. Друзья, будем вам дальше рассказывать, что будет происходить с этой историей. Ну, а вы поставьте этому видео лайк, напишите несколько комментариев. Поделитесь этим видео в соцсетях. Подписывайтесь на наш Телеграм, Инстаграм, группу ВКонтакте. А также на наш второй канал Павлика. Павлик Ситизен. Все ссылки в описании. Подписывайтесь также на канал Владимира Фотохантера. Нашего пострадавшего. Ссылка будет также в описании. Все. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok